всем привет ребят ну что сегодня у нас опять серделька как помните кто смотрел прошлый раз я уже добрался был королевской битвы сегодня мы поговорим про королевскую битву что стоит делать что не стоит делать сколько ее качать в общем у нас сегодня видос будет основан на этой локации сейчас я гляну что у меня тут интересного есть такс забрали наборчик конечно смотрю на этот рынок и смешно пол пол продают половинку 10 исколков они наверное перепутали немножко или что но это бред какой-то внутри на этой улыбались рату сегодня запустили странно почему сегодня коллекционера нет вообще как-то печально все завтра по ходу будет коллекционер без траты так хорошо так сейчас секунду я еще досмотрю что у меня есть интересного по кругу уже собраны принципе почти не знаю русский сервер конечно удивляет каждый день просто 6 так ну ладно поехали королевская битва открывается с 10 тысяч силы здесь вы можете самое основное получить руны если вы без донат это основная локация делал их получите синие кристаллы вот такие вот это кристаллы для прокачки просвета героев чтобы который дает там атаку жизнь дает силу прибавку силы неплохую дают до 100 максимум сотой лавы ну надо пару миллионов точнее по миллионам по моему 14 чтобы сотку чнуть красные кристаллы нужны для прокачки прорыва там для ковки рун то есть для эволюции героев тоже необходимый ресурс без этого вы ничего не сделаете есть 30 уровней королевской битвы мы если не ошибаюсь восемь раз можно докупить попытки я уже давно не бегал потом перейдем на основу посмотрим максимальный тридцатый уровень я его очень плохо качал потом как оказалось на фиг он надо каждый день уходит в среднем около 5000 самоцветов на то чтобы зафармить на максимум ну то есть попыток даются такие же вот сапоги разных локаций они дают дополнительно вот видите нажимаю они дают дополнительно еще один ход то есть у меня на маги на моем уровне 3 дополнительных ход это 50 100 стоит там дальше до 500 доходит по моему если не ошибаюсь или по 300 по 300 в общем я уже давно не беру тут со временем открываются алтари которые надо отбивать до этого мы тоже думаю со временем дойдем опять же там есть донаты против которых вы ничего не сделаете там соответственно дают больше ресурса есть также шахты из которых тоже можно получать кристаллы в общем сейчас все увидите так создаем команду давайте поставим тех кого я скажем так использую в основном кто мне хоть немножко прокачан максимум пять героев три команды каким их локация начинаете шатать ну вот у вас показывается ваш противник чего он там состоит вы уже начинаете трешевать скажу локация сама по себе несложная но для фарма она обязательно я раз в сутки вы должны заходить тем более если вы без донат выдали нам ключик дают опыт соответственно за этот опыт вот у меня уже территория расширена уже второй уровень вот добавили нам пару участков от шахта кристаллов нажимаете информацию она хранит максимум 400 синих кристаллы можно ее улучшать соответственно в зависимости от вашего уровня к башке то есть вот за 40 я могу улучшить и уже в сутки 600 производства в час 60 строится они в принципе очень быстро то есть там ничего такого сложного нет собрать у меня еще там ничего не получилось так есть такие вот сундуки и обычные бронзовые и сребряные и золотые для каждого сундука нужен свой ключик сундука вы тоже получаете дофига разных плюшек то есть в руки в основном в основном это руны также здесь есть демоны которых надо бить с друзьями то есть у вас должен быть список друзей с которыми вы сможете на него напасть за демонов дают красные кристаллы то есть демон это одна из основных таких приборных вещей здесь по красным кристаллам синие кристаллы вы и так будете получать с прокачкой вашей вашего уровня к башке у вас будут улучшаться очки противника там по моему я не помню со 120 к силы если не ошибаюсь открываются может ошибаюсь уже давно не пехал тут пачки по с героями с эволюции то есть там вторые эволюции максимальной прокачки относительно максимальная вот видите получили красные кристаллы за победу над противником то есть вот так вот вот открылась у нас еще одна шахта можем ее сразу же улучшить нажмутся братья один получил видите я уже получил третий уровень соответственно я могу переводить на третий уровень вот у меня есть попытки там добавляются я должен зафармить все по максимуму опыта вы здесь как таком они получаете здесь получается только опыт прокачки уровня то есть за убийство монстра вы получаете награды и кристаллы улучшить бонусы можно за счет питомцев есть связки питомцев я вам их показывал вы будете больше получать ресурсов отсюда это это немаловажно потому что на максималке там прирост на 26 уровне будет очень очень неплохой видите уже плюс 3 скобочках идет плюс 3 кристаллика то есть я получаю 9 и получается на на данный момент плюс 30 процентов дальше конечно это будет меньше но все равно неплохо фарминг тут и будем вам покажу на максималке но видите все равно грузовый ключ и так и не получил я не помню с какого там уровня открываются алтари их тоже интересно отбивать есть нюансы потому что я не знаю починили не починили они пак с алтарями у многих игроков алтари там на тридцатых уровнях и у меня в том числе первого уровня сейчас посмотрю там потом дали возможность прокачать их дальше до десятого он сейчас зайдем на основной аккаунт и он там покажу уже максимальный уровень к башке что там есть и разницу вот получили мы серебряный ключик а смыну шатаем этих вы видите уже пачки по 4 героя восьмидесятого уровня у конечно не слабенькие против моих не сливать меня не будут ок открываем вот мешочек ум здесь обычная руна содержится можно там вытащить получше мешок можно бегать вот просто он тоже будет давать ходы за прохождение то есть локация такая скажем если без донат то она у вас много времени не займет если донат то надо по максимум проходить чтобы быстрее прокачать у меня на это ушло около полугода я у себя прокачивал на основе поможет даже больше но еле докачал и мучился конечно каждый день сейчас понимаю что нафиг она надо было на английском сервере у меня максимум ресурсами и такой же был первый уровень так он и остался я даже туда не захожу вот видите я уже не могу атаковать у меня просит убить дополнительный ход в общем вот так вот поехали дальше посмотрим покажу вам вот дали нам еще и бонусы какие-то за прохождение да там за прохождение даются бонусы вы можете это все видеть в принципе на википедии есть без прохождения так окей с этим разобрались поехали на основу русского сервера а королевская битва вот вам тридцатый уровень максимальная карта то есть как видите здесь уже максимальный уровень прокачки есть куча ресурсов вот это пачки с эволюция которых я вам говорил тут герои с эволюцией но они не такие сильные то есть они просто нарисованы но видите сколько я за них получаю ресурсов то есть у меня тут прокачано уже на максимум соответственно я получаю намного больше ресурсов и опыт как видите намного выше идет мы уже он просто не не идет дальше вот хранилище у меня 30 уровня вот это вот алтари есть алтари вот видите двенадцатый уровень они каждые там я не помню сколько времени их можно отбивать то есть вот захват идет восемь дней вот у меня десятый уровень его никто не отбил таки посмотрите на количество дней 578 дней то есть фактически два года он так и висит вот это то о чем до сих пор почему-то разработчики не знаю не позаботились вот есть знаки вопроса с этих знаков вопроса могут вылезти либо архи демона либо торгашей сейчас посмотрим побегаем покажу вам вот отлично торговец здесь за золото вы можете купить дополнительно то есть у вас всегда должно быть на фарме нормально золото потому что здесь продают римки самое основное для без доната отсюда можно собрать также продают за самоцветы как видите то есть второе второго уровня ну и помимо этого продают ящики вот так вот давайте ради интереса я тут одна пачка давайте создадим пачку попробуем отбить алтарь не знаю я не качаю аккаунт в разброс просто ради интереса попробуем фирпами вряд ли мы даже отобьем хотя бы увидите то есть можно биться против ботов можно биться неограниченное количество против других игроков тут меня раздадут мне надо подкачать всех а или мы пачку не поменяли пачку не поменяли ну что нас быстро раздали как-то увидите то есть здесь вот такой вот принцип вы воюете против других ничего в принципе сложного не надо конечно хорошие прокачки потому что попадете на донатную пачку и вы ничего не сделаете то есть такой вот вариант можно там расстановки менять тоже от этого очень многое зависит я думаю саммит разберетесь в этом когда дойдете до этого то есть вариации переставлять героев нападать вы можете все время там ударь хранится я не помню то ли 6 часов то ли 4 часа каждые 4 часа можно его захватывать то есть защита и своего плана то есть вот так вот так же можно бегать и получить там выбить того же самого демона и на него на него сбегать и получить вот кстати пришествие демонов вот станция ли его возможности они бывают разные эти демона выбираете там с кем вы хотите сбегать нажимаете иконку и вперед и начинаете его атаковать его можно площадь можно забирать энергии то есть в зависимости от того какое зависимости от вашей прокачки демоны будут разные то есть у них будет увеличенное количество жизни соответственно с каждым уровнем поэтому тут видите мы пошли без тыковки мы сейчас даже толком ели одну эту белье сейчас поменяем пачку и ковка это побежим смотрите насколько сейчас будет все быстрее подвисает бедный от стыков кайпачка за 40 секунд уши то я получил кристаллы и мифические рунки то есть это улучшенные это редкие руны оттуда можно вытащить то есть ремки и прочим есть обычные там средние такие то есть вот так то есть пачки тут уже посильнее как видите вот у меня из сапоги могу их использовать здесь не бегло уже давно потому что прокачки дальнейшее нет и толку от этой локации тоже в принципе нет вот так вот акс забрать забрать фанда кунг-фу в общем такой вот я думаю для многих познавательный видосик вы увидели разницу что можно для чего к башка что делать пишите в комнатах что вы хотите видеть уже будем дальше фармить вашку на это конечно уходит на бездонате нам меньше времени чем надо найти но это обязательная локация для бездона пишите коменты подписывайтесь лайки репостики всем удачи всем пока